Рекомендации Возможность расспросить обо всем главного онколога Хабаровского края Артем Зинюков, заместитель главного врача Краевого клинического центра онкологии у нас в студии. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Но прежде, чтобы понимать, как обстоят дела, увеличивается или уменьшается количество онкологических больных и какие самые распространенные заболевания? Ну, здесь достаточно очень интересный вопрос. Увеличивается заболеваемость или уменьшается. Да, на сегодняшний день встречаемость онкологических заболеваний увеличилась. То есть год от года пациентов у нас больше. Но, с другой стороны, мы можем говорить о том, что выявляемость их стала лучше. Здесь можно еще и по-другому объяснить, что мы же знаем, что средняя продолжительность жизни в Российской Федерации по Хабаровскому краю тоже увеличивается. Поэтому мы можем говорить, что да, пациенты все-таки доживают до своей онкологии и так или иначе сталкиваются с ней. А самые все же распространенные заболевания онкологические? Ну, исконно это все-таки опухоли кожи, даже за исключением меланома. То есть это наиболее часто встречающаяся нозологическая форма. Но здесь мы, скажем так, относимся относительно просто. Почему? Потому что это, в первую очередь, базально-клеточный рак. Это плоскоклеточный рак. Здесь лечение... Артем, можно более простым языком? Это что? Это какая-то опухоль? Это родинка? О чем мы с вами сейчас говорим? Это варианты перерождения по простому родинок в злокачественную опухоль. То есть любое пигментное образование, либо любое новообразование на коже должно рассаниваться как потенциально опасное. Поэтому за ними нужно наблюдать. Да, давайте сразу здесь и отметим, на что необходимо обращать внимание, какие первые симптомы и куда, естественно, бежать. Ну, если мы касаемся опухоли кожи, то первое – это наличие пигментного образования, которое стало меняться в динамике. Оно стало более окрашено, менее окрашено. Оно имеет темп роста достаточно бурный, нежели обычно. Появилось какое-то изъязвление. То есть это все должно насторожить пациента, и пациент должен обратиться, ну, в первую очередь, в свою поликлинику. Но с появлением каждой родинки же не нужно бежать? Конечно, то есть в зависимости от возраста, количество пигментных образований, обычных пигментных образований, их становится больше. Но я рассказал те основные симптомы, которые должны заподозрить, насторожить пациента. О других распространенных заболеваниях? Второе, одно из самых частых заболеваний, к сожалению, которое не имеет ранних симптомов практически, это рак легкого. На ранних стадиях выявляется, по сути дела, случайно с помощью рентгенологических методов обследования. Это те самые профилактические флюорограммы, рентгенограммы, которые проходят пациенты наши, условно здоровые жители Хабаровского края с профилактической целью. Случается ли в практике, когда у человека обнаружен рак легких, но он говорит, что он раз в год проходил и наблюдается? К сожалению, да. Почему? Потому что до появления рентген симптомов, рентгенологических симптомов, тоже должно пройти какое-то время. Но если это пациент нам рассказывает, он все равно будет в ранней стадии и будет применено достаточно успешное, надежное лечение у данного пациента. А другие симптомы есть ли? Вот как-то ощущать себя? Что должно насторожить? Это кровохарканье, это дышка, это появление боли в грудной клетке. Естественно, это все у курильщика. Население у нас стало меньше курить все-таки, это визуально видно. То есть это бросить курить, отказ от курения. Это приводит к снижению заболеваемости раком легкого. То есть здесь динамика? Здесь небольшая динамика, тенденция уже появилась. К улучшению. Про курение можно говорить же не только относительно онкологических заболеваний, здесь есть целый спектр других заболеваний, на которых влияет курение. И третье заболевание по распространению, если мы говорим о пятерке самых распространенных. Это рак молочной железы наиболее часто. Понятно, что это в основном женщины, мужчины тоже иногда бывает, крайне редко. Случается, да? Бывает. Крайне редко. Но симптомы, по сути дела, одни и те же. То есть это наличие полипируемой опухоли у женщины. Если пациентка что-то у себя сама нашла, она должна не думать, не гадать, не бояться, а сразу обращаться к гинекологу. Как к ушеру-гинекологу в женскую консультацию. Кроме того, имеются программы по обследованию, профилактическому обследованию по молочным железам. Так называемые скрининговые программы. То есть это дешевые, применимые массово методы, которые позволяют достоверно улучшить раннюю диагностику. Это так называемые мамограммы. Момографическое исследование с 50 лет ежегодно должно проводиться у всех женщин. С 40 до 50 лет. Иногда по индивидуальным показаниям с 35 раз в 2 года. А у более молодых пациентов это ультразвуковое исследование молочных желез. Естественно, самое основное. Если у пациентки есть какие-то неприятные ощущения, непонятности по-простому в молочных железах, боли, наличие патологически отделяемого из сосков, не нужно ждать, гадать, читать интернет, ходить к каким-то целителям. Нужно обращаться к специалистам. И мы еще раз напомним, это может касаться не только женщин, но и мужчин. И эти неприятные ощущения могут быть не только где-то в зоне, в районе груди, но также в подмышечной. В том числе и в подмышечной области, когда мы говорим об увеличении лимфатических узлов. Много в интернете информации по поводу того, что если принимать противозачаточные, какие-то слабогормональные препараты, то возможно это как-то повлияет или употреблять что-то в пищу? Если мы говорим о профилактике, здесь имеются разные взгляды у эндокринологов, гинекологов и онкологов. Все это назначается коллегиально. Тут так называемый мультидисциплинарный подход к лечению, к заместительному лечению, либо с целью контрацепции. Здесь нужно всегда индивидуально подходить, свешивать все за и против, и ни в коем случае самостоятельно не заниматься самолечением. Я так понимаю, раз информация размещена в интернете, очень многие к этому и прибегают, именно к самостоятельности. И мы говорим уже не про лечение, а про профилактику. Например, еще аспирин. Если его употреблять ежедневно на протяжении многих лет, то возможно он снижает, не знаю, правда ли это или нет, развитие рака кишечника. Достоверных исследований я не знаю. Да, имеется несколько источников информации, говорящих о том, что применение, в частности, ацетилосалициловой кислоты в приводе к снижению заболеваемости колоректальным раком. Но здесь, если мы говорим об аспирине конкретно, его основная цель еще немножечко другая – это борьба с кардиологическими заболеваниями. То есть это более грозное все-таки, нежели онкология, и более часто встречаемое заболевание, нежели рак толстой кишки. Хотя рак толстого кишечника – это рак ободочной кишки, рак прямой кишки, на сегодняшний день стоят на одном из первых местах по темпам прироста. Причины? Причины, опять же, все те же – это питание, это образ жизни пациентов, это наличие полипов, которые своевременно не удаляются с профилактической целью. Они растут, они перерождаются в злокачественную опухоль. И, конечно же, имеются еще наследственные синдромы, фактор наследственности. Артем, раз уж я не могу от вас добиться информации, что необходимо есть, чтобы огородить себя как-то, защитить от этого заболевания. Тогда что есть ни в коем случае нельзя? Жирное питание – это жареное, жирное, острое. Это все является раздражающими факторами, если мы говорим в целом о желудочно-кишечном тракте. Это запускает механизмы канцерогенеза по многим другим нозологическим формам. Поэтому универсально, да, это нужно употреблять в пищу продукты, богатые растительной клетчаткой, богатые витамином А, С и Е, целью профилактики развития злокачественных опухолей. Онкология чаще всего также еще встречается. Чего? Кроме этого, я уже сказал, что это рак толстого кишечника. На сегодняшний день это очень часто встречаемое. Рак желудка также очень часто встречаемое. Состояние заболевания здесь, к сожалению, ранних методов диагностики в мире эффективных не придумано, за исключением Японии. Только в Японии доказала эффективные методы скрининга. Ни одна другая сторона не подтвердила все это. Нет возможности это использовать? Может быть, это слишком дорого? Это дорого. Это основная причина, если объективно. Если мы говорим объективно, это слишком дорогое популяционное исследование. Но в Японии это эндемичная страна, где рака желудка слишком много. То есть там это оправдано. То есть в среднем в Российской Федерации, в других странах, Евросоюз, Америке, рака желудка все-таки меньше. И на сегодняшний день заболеваемость раком желудка снижается. И топ-5 у нас закрывает какое заболевание? Это рак предстательной железы у мужчин. То есть пациенты стали доживать. Здесь имеются эффективные методы ранней диагностики. Это кровь на проста специфичный антиген. То есть при повышении данного анализа... Мужчины всегда это сдают? Им назначают ежегодно такие анализы? Да, это опять же программа диспансеризации, которая у нас есть. То есть это обязательная программа? Это обязательно. При повышении выше нормы, то есть требуется обследование у уролога, принято, и там есть свой алгоритм. Это рак тела матки. Но здесь основной симптом – это кровотечение, либо наружно-десиркуляторное маточное кровотечение, либо кровотечение в постменопаузе. Естественно, пациентка здесь самостоятельно приходит. То есть когда что-то не так с менструальным циклом, с месячными, пациентка идет все-таки к к кушеру-гинекологу, и ее обследует. Это основные ведущие локализации, которые доступны ранней диагностике. Артем, вот что касается диагностики, почему у нас не существует, например, такого обязательного скрининга, который бы определял бы, вот допустим, пятерку хотя бы самых распространенных заболеваний онкологических? Вообще, если мы говорим о скрининге, в мире доказано всего лишь несколько эффективных скрининговых программ. Вот в Южной Корее такая используется, например? В Южной Корее это другая популяция. Другая популяция населения. Другая плотность населения. Поэтому здесь нельзя сравнивать одну страну с другой. В целом, в мире эффективные скрининговые программы это маммографический скрининг при раке молочной железы. Я уже сказал, что это ежегодно маммограмма в возрасте с 50 лет. Это калоноскрытую кровь с целью раннего выявления рака толстого кишечника. Это цитологический скрининг рака шейки матки у женщин с начала половой жизни, либо с 20 лет ежегодно. Кроме того, проста специфичный антиген. К нему на сегодняшний день имеются различные мнения, но метод очень хороший, доступный и легко применим. К сожалению, остальные методы диагностики не обладают высокой специфичностью и высокой чувствительностью для ранней диагностики. Как же тогда получается, что если мы говорим про то, что можно обнаружить, 4 заболевания вы перечислили, но человек приходит уже на поздние стадии? Все-таки здесь одна из основных причин – это безграмотность населения. Упустительское отношение к себе? Да. То есть менталитет граждан Российской Федерации очень страдает. То есть на первом этапе, даже когда имеются какие-то симптомы, имеется, скажем так, в онкологии этап отрицания какой-то проблемы. То есть все думают, что да, наверное, есть подозрения на онкологию, но он не хочет это воспринять. Но время-то уходит. Здесь именно я хотел бы подчеркнуть, пациент должен самостоятельно обратиться в рекомендуемые сроки по диспансеризации, либо просто с профилактической целью к врачу-терапевту, к врачу общей практики своей участковой поликлиники для банального осмотра. Артем, время нашей программы также истекло. Я хочу поблагодарить вас за подробный анализ, за очень такую наполненную информацию. Спасибо вам большое. Зрителям хочется пожелать, чтобы вы находили время на себя. Обследуйтесь. И здоровья, конечно же. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!